Как вы думаете, зачем мне вот такое количество сухих листьев разных? Все дело в том, что я уже много лет для комнатных растений делаю листовой перегной или листовую землю. Зачем такую землю делают? Она очень легкая, она достаточно питательная и создает для них условия для корней растений, хорошие условия. Значит, у кого есть компост, хорошо сделанный компост и перегной на огородах, они могут не заморачиваться с приготовлением листовой земли. Хотя тут тоже можно делать, набивая мешки полиэтиленовые большие листьями, опадом листовым из ближайшей рощи и оставляя их около этого ящика. Они за год перегнивают и дают легкую рыхлую землю. А для того, чтобы получить листовую землю, берут легкие, берут листья определенных пород. Самые лучшие для этого березовый лист, лист липы подходит, лист орешника или лещины. Из них получается хорошая земля. Можно листья клёна взять, листья калины, ее все на свете насекомые жуют, эти листья, стало быть, это тоже хорошие. Не подходят дубовые листья, в них много дубильных, не подходят листья вишни, они тоже жесткие. То есть вот жесткие, содержащие листья ивы не подходят, потому что в них содержится много веществ, которые не подходят сюда. Еще какие можно? Листья яблони, груши, малины, то есть вот этот девичий виноград, который мы в саду для зеленения используем. Это все подходит, да? Это все подходит, конечно, потому что они мягкие, смородина, то есть листья плодовых в принципе, но не цитрусовых. Но цитрусовых на Урале нету, поэтому вопрос не возникает. Здесь в основном у меня идут листья калины, листья могут быть листья яблони, дальше в этом году березы у меня нет здесь, но в общем-то в основном листья идут плодовых растений. А, в дополнение к этому я еще использую спитой чай. То есть после того, как мы выпили заварку, я ее подсушиваю, складываю и потом в перемешку с такими листьями использую для получения листовой земли. Значит, каким образом? Первый раз я этим занялась, когда завела фиалки узумбарские. Там надо легкую землю, и вот купить такое нигде нету, не продают эту землю. Значит, как ее делать? В ведро насыпается листья, добавляется вода. Лучше первые разы я, первые разы самые, добавляла воду, можно сказать, горячую. Не кипяток, но хорошо прогреты, чтобы они скорее размыкали и начали действовать. Здесь идет естественное гниение листьев. Перемешивать желательно каждый день, чтобы туда попадал воздух, важно. Но потом, когда там все это осядет, оно, листья перегнивают, садятся, добавляешь новую порцию, смешиваешь с тем, что есть. И таким вот образом из четырех ведер листьев у меня получилось только одно ведро перегноя. И вот уже теперь много лет я это делаю, готовлю ее. Ну, то есть для комнатных цветов это прямо вот самое замечательное. Мы прямо в нее... Как бы в нее не садят, нет, нет. Добавляете, да? Добавляю. Ну, когда смотришь рецептуру, как смеси земельные готовить, то листовая земля идет одна или две части, там, в зависимости от чего-то еще, смотря какая порода. Есть растения, которым противопоказана жирная земля. Конечно, туда ее не добавляешь. Но другим растениям она подходит. В общем, добавляется она как одна четвертая, может быть, может, одна третья или одна пятая часть общей массы для этого. Берешь сначала ту, что у нас продают, универсальную землю, и вот к ней я добавляю. Потому что универсальная земля это практически торф. Вот. То есть там питания нет в торфе абсолютно. Да, пока он не перегниет как следует, там питания нет. И, кроме того, значит, еще добавляю современные добавки. Это вермикулит и перлит. Это минеральные добавки. И тогда я, если добавляю перлит, то я не добавляю песок. Потому что в городе песок достать достаточно трудно. Песок нужен крупный, а у нас мы можем только найти мелкий песок, который используется на строительстве. Вот. И вот она у меня получается. Через несколько месяцев получается вот такая вот. Это уже просеянное через решето, готовое к употреблению. Ну, прямо видно, чернозем. Вот. А чай добавляю, тоже смешиваю. Чайные-то листья, они же тут мягкие. Их можно использовать в саду, если у вас много накапливается, как мульчу сверху. Например, когда-то давным-давно в юном натуралисте писали, что вот если вы будете садить гладиолусы и используете вот эту заварьку старую, то насыпьте ее в рядочек, где вы луковицы поставили. Засыпьте землей, а потом еще сверху мульчи сделать, гладиолусы будут очень радоваться. Ну, а у меня здесь кроме таких листьев, потому что тоже за ними надо куда-то ехать, где-то что-то брать. Ну, и, конечно, желательно, чтобы листья-то здоровые были.